Футбольная мафия не выдумка журналистов или болельщиков. Это словосочетание используется для обозначения реальных преступников, нелегально зарабатывающих на страсте людей к футболу. Прежде было известно о существовании могущественных околофутбольных преступных групп в странах с именитыми клубами и национальными сборными. Но, как оказалось, есть они и у, скажем так, футбольных середнячков. Чешская полиция объявила о задержании сразу 20 сотрудников разных спортивных ассоциаций, околофутбольных чиновников и других связанных с ними людей по обвинению в коррупции. Задержания прошли по всей стране. Имена арестованных держатся в тайне. Однако журналисты выяснили, что за решеткой оказался даже заместитель главы футбольной ассоциации Чехии Роман Бербр, фактически второй человек в национальном футболе. Всем задержанным предъявляются обвинения в организации преступного сообщества, занимавшегося так называемыми договорными матчами. По сути, чиновники и сотрудники клубов принуждали игроков одних команд поддаваться в матчах с соперниками, обеспечивая затребованный мафией результат. Зарабатывали мафиози на тотализаторе, делая ставки на заведомых аутсайдеров, которые вдруг неожиданно выигрывали. Неожиданно, конечно, для рядовых болельщиков, а не для бандитов, которые подкупом, шантажом и насилием вынуждали футболистов сливать игры. Надо заметить, что действовали мафиози довольно осторожно. Их активность не распространялась на клубы высшего чешского дивизиона, за играми которых пристально следят сотни тысяч, а то и миллионы зрителей. Многие из которых наверняка забили бы тревогу. Начни, фавориты, сдавать матч за матчем командам из хвоста турнирной таблицы. Мафия обрабатывала игроков второго и даже третьего дивизионов, матчи которых по телевизору показывают лишь тогда, когда показывать вообще нечего. Игроки третьего дивизиона и в скорости, и в мастерстве, и в зарплатах здорово уступают футболистам топ-клубов. Но в глазах спортивной мафии у этих людей есть неоспоримое преимущество перед теми, кто реально претендует на чемпионство и рвется в европейские первенства. Внимание к середнячкам приковано куда меньше, а значит меньше и вероятность попасться на махинации. И годами, а чешские журналисты считают, что мафия действовала как минимум шесть лет, так вот годами так оно и было. Болельщики и чиновники внимательно следили за ведущими клубами, в то время как в младших лигах рулили настоящие бандиты. Но мафиози, похоже, подвела уверенность в том, что можно творить все, что вздумается. Спортивные журналисты обратили внимание на странности в целом ряде матчей. Некие люди ставили большие суммы на победы далеко не блещущих игрой клубов и получали немалые выигрыши после того, как эти аутсайдеры внезапно выигрывали у более опытных команд. Репортеры смогли заинтересовать этой информацией полицию, что в итоге и привело к волне арестов. Чехия, кстати, далеко не первая страна, в которой мафия нагло сует нос в футбольные дела. В прошлом году Италию сотрясло несколько скандалов, связанных с участием в продаже билетов на матчи Дрангеты, калабрийской преступной группировки, участники которой также промышляют рэкетом, похищениями людей и даже заказными убийствами. Вообще, именно в Италии с ее прямо-таки национальным помешательством на футболе мафия активнее всего лезет в дела местных команд. Дело дошло до того, что национальный парламент занимается расследованием влияния преступных групп на футбольные клубы. В Южной Америке, где футбол тоже больше, чем игра, мафия также принимает активное участие в спортивной жизни. Например, колумбийский наркокартель Кали в 80-е годы прошлого века через подставных лиц владел несколькими командами, а отец и главный финансовый агент аргентинского футболиста Лионелло Месси Хорхи Месси несколько лет назад подозревался в отмывании денег для одной из подпольных группировок. Но вот в Чехии футболисты, которые пока еще не могут похвастаться заметными сериями побед на международных чемпионатах, в историю с футбольной мафии влипла впервые.